приняты в Мадриде в 2015 году. Докладываю, соответственно, я, Простяньков Михаил Юрьевич. Итак, уважаемые коллеги, какие же изменения? Изменения я разделил на два класса. Первое изменение касаемо клинических рекомендаций по мочекаменной болезни. И второе изменение – это научные... ...что называют «guidelines». Было добавлено 46 новых источников литературы и 14 изменений. По 14 изменениям мы кратко с вами пробежимся. Итак, ну, во-первых, появилась секция распространенности и этиологии, что раньше не было. В соответствии с этим добавлением, в 2017 году распространенность была добавлена относительно этиологии. Была представлена классификация, достаточно новая, классифицирующая все камни видом мочекаменной болезни по следующим категориям. Неинфекционные камни, если можно, я просто, чтобы видеть экран. Неинфекционные камни, к ним относятся кальция, оксалатные кальция, фосфатные и уратные. Инфекционные камни, магний, аммониум, фосфаты и так далее. И генетические камни, и камни, образующиеся вследствие использования медикаментов. Кроме этого, был сделан ряд добавлений у диагностики мочекаменной болезни у беременных. Первое добавление – это относительно того, что у беременных первым методом является методом выбора. Выбор является ультразвуковое исследование, уровень достоверности 1 и степень рекомендации А, что беременным возможно выполнять магнитно-резонансную томографию. Контакт, компьютерную же томографию, ее поставили на последнее место, так скажем, последней диагностической процедурой. И то определили нагрузку при этом методе, не более 0,05 Грей. Следующая рекомендация касательно консервативной терапии. Вы видите, что уровень достоверности 4, это невысокий уровень. Остается неясным, следует ли лечить асимптоматичные камни, если последние не имеют динамики в течение 6 месяцев. Идут исследования данного вопроса. Я думаю, что в следующем году получится что-то, какие-то исследования предоставить, потому что сейчас в работе, в ходу, так скажем, есть ряд научных публикаций по данному вопросу. Если принято решение об отсутствии необходимости в лечении мочекаменной камней данных меньше 6 сантиметров, то контроль необходимо осуществлять каждые 6 месяцев. А это уже степень рекомендации А. То есть мы можем это уже использовать в своей клинической практике. Далее. Хемолитис. Ну, появилась все-таки дефиниция, что рентгенонегативные камни следует растворять. И не просто появилось, а появилось с уровнем достоверности 2А. Не так и мало. И степень рекомендации Б. Я надеюсь, делая данный доклад, я надеюсь, что все из нас знают, что есть уровень достоверности и степень рекомендации. Данные две категории, они базируются именно на наличии двойных слепых плацебо-контролируемых исследований либо других типов исследований, которые нам позволяют судить. Соответственно, чем выше уровень, первый является самый высокий, это я про уровень достоверности, и степень рекомендации это А, тем более обязательно выполнение данного исследования. Соответственно, чем ниже четвертый уровень достоверности или степень рекомендации С, тем менее мы должны использовать данные материалы. Итак, литотомия. При вколоченных камнях мочеточника невозможности ДЛТ или уротероскопии рекомендуется при уротеролитотомии использовать именно лапароскопический доступ. То есть, по сути, переводя это на наш клинический язык, рекомендовано отказаться от открытой уротеролитотомии. Антибиотикотерапия. Достаточно важный вопрос. И инфекцию мочевых путей необходимо исключить или пролечить до эндурологических процедур. Раньше имелись разные мнения по этому поводу, но сейчас, ввиду осложнений, которые встречаются при лечении мочеками на болезни, при применении эндурологических методик, все-таки было рекомендовано использовать эрадикацию микроорганизмов. И всех пациентов, проходящих эндурологическое лечение, при операционной антибиотикой профилактике рекомендуется. Также вы видите уровень достоверности 1 и степень рекомендации А. Был внедрён алгоритм определения вида лечения. По камням почек я, с вашего позволения, не буду останавливаться на данных алгоритмах, потому что они представлены в европейских гайдлайнах. Эти гайдлайны уже переведены на русский язык, и вы можете со всеми с ними ознакомиться. Они доступны на сайте Европейской ассоциации урологии, это uraweb.org. Просто достаточно трудные алгоритмы. Хотелось бы генерально в этих алгоритмах отметить следующее. Ну, во-первых, расширяются показания для уротероскопии. Надо сказать, что вообще вот эти гайдлайны, может быть, необходимо, я вот обращаюсь к нашим вновь испечённым старостам, продумать данный вопрос. Вопрос. Наверное, надо описать роль гайдлайна в клинической практике. Что такое гайдлайн, как он создаётся и зачем он нужен. Я в своём выступлении лишь кратко скажу, что гайдлайн – это клинико-экономический стандарт. То есть, когда рекомендуется тот либо иной метод, в расчёт берётся не только выгода пациента, но ещё и экономическая целесообразность выполнения того или иного метода. Итак, вот сейчас вы видите, что при, например, при камнях в максимальной части мочесточника менее 10 мм рекомендуется либо ДЛТ, либо уротероскопия. Ну, два метода всем хорошо известны. А почему они? А потому что совсем в этом году, в 15-м перед, соответственно, конгрессом, было проведено ряд исследований, и они говорят, что клинические результаты, они сопоставимы, а вот экономические, ввиду того, что при уротероскопии приходится более длительно содержать пациента в условиях стационара, оно менее выгодно. Я обращаю ваше внимание именно на это, потому что клинически уротероскопия незначительно хуже. Но всяко, всяко, генерально уротероскопия занимает все более и более важное место в лечении камней мочевыводящей системы. Далее. Расширение рекомендации по внедрению неврологических пациентов. Ну, тут это узко, очень специально. Степень рекомендации B. Относительно мер предосторожности, ну, конечно, мы должны, вы видите на экране, я уже не буду зачитывать, мы должны внимательно относиться к возможным проявлениям аллергических реакций. Следующее. Дополнительные рекомендации хирургического лечения МКБ. Приемлемый stone free rate. Я понимаю, что наша молодая аудитория знает, что это такое. Stone free rate – это уровень свободы от камней. Так вот, этот уровень, он, в принципе, достижимый для фиброуротероскопии. Вы знаете новый метод лечения камней, как почек, так и мочеточников. Но более он важен именно для почек, поскольку фибра, гибкая часть уротероскопа, позволяет провести полное обследование почек на предмет наличия конкрементов, что очень важно. Обновлены диагностические и терапевтические алгоритмы при кальциоксалатном уролитиазе. Я также не буду вдаваться в детали. Я хочу сказать нашим молодым коллегам и, в общем-то, всем остальным урологам, которые практикуют, что вопросы метафилактики сейчас недостаточно освещены. Мало кто из урологов квалифицированно занимается этим вопросом. И я говорю не только субъективно. Мы, в общем-то, исследовали вопросы активности урологов в вопросах метафилактики. Она недостаточна. И я хотел бы пригласить всех здесь присутствующих, всех наблюдающих трансляцию в сети интернет, а также всех, кто будет в дальнейшем слушать это выступление, приходить на вторую научно-практическую конференцию «Мочекаменная болезнь в амбулаторной практике», которая пройдет 11 декабря в стенах научно-исследовательского института урологии. Вот именно там мы поднимем эти вопросы, почему мы не применяем метафилактику, надо ли ее применять, и цель ее применения. Здесь же я вам скажу, опять же, обновляются алгоритмы на следующем слайде, я вам скажу, что метафилактика нужна. И по исследованиям некоторых авторов, она позволяет снизить вероятность рецидива до 80%. Причем, как именно снижается? Зачастую это простые методы. То, как контроль PH, мочи. Новая секция по матриксным камням была добавлена в Европейскую ассоциацию урологов. Я напомню, что такое матричный камень. Это камень, встречающийся крайне редко, менее 70 случаев вообще всего. В принципе, описано в литературе. Они больше распространены у женщин и связаны с хронической почечной недостаточностью и рецидивом инфекции мочевыводящих путей. Ну, соответственно, рекомендовано полное устранение данных конкрементов и максимально полное удаление этих конкрементов. Следующее. Ну, новый препарат, фибуксостат, он пока не вышел на отечественный рынок, но, судя по всему, дело не за горами. Этот препарат, аналог аллопуринола, который имеет меньше побочных эффектов, мы знаем, что данный селективный непуриновый ингибитор ксантиноксидаза достаточно играет высокую роль при образовании уратных камней, уратных, рентген-негативных камней, и мы можем использовать фибуксостат в лечении. Как только он был внедрен, его сразу же поместили в клинические рекомендации Европейской Ассоциации, вот он представлен. Добавлены дополнительные опции лечения гипероксалурии, но это, опять же, вопрос, касающийся именно метафилактики. Я думаю, что мы начинаем новую программу, программу по мочекаменной болезни, мы там осветим вопрос о метафилактике. Теперь мы коснемся более интересной части, особенно для наших молодых коллег, это научная программа мочекаменной болезни. Что же там было в этой научной программе? Ну, всего было 243 публикации в разных видах, веб-касты, абстракты, постеры, видео и видеопостеры. Что касается патогенеза мочекаменной болезни, ну, оценили воздействие на рецептор А1, это ТРПА1 рецептор ионового канала, регулирующий перистальтику мочеточника. Ну, что тут сказать? Надо сказать, что оказывается, что бактерии, выделяя свои токсины, они ингибируют перистальтику мочеточника, тем самым снижают риск отхождения конкрементов, вызывают фиксацию конкремента и быстрый его рост. В общем-то, было еще одно исследование роли остеопоэтина в развитии мочекаменной болезни. Как оказывается, остеопоэтина является тем связующим элементом, который группирует кристаллы солей на себе, и что, возможно, является ролью в патогенезе мочекаменной болезни. Молодые коллеги, я думаю, знают, что мочекаменная болезнь – это полиэтилогическое заболевание, а сейчас активно ведутся разработки выяснения и выясняющие причины этой мочекаменной болезни. И вот в рамках чего и происходит исследование. То есть, прошлое исследование, говорящие о снижении перистальтики, вызывающее затруднение от отхождения мочи. Второе исследование указывает о центре кристаллизации. Далее. Ну, фундаментальнейшая, конечно, работа. Следующая – это дрозофила. Все помнят мушку дрозофила из школы. Это такая простейшая мушка. У нее есть одно преимущество – она очень быстро плодится и размножается. Также быстро умирает. И на ней легко можно отследить количество мутаций и роль этой мутации в жизни мушки дрозофила. Еще академик Дубинин из Воронежа активно ее изучал. Так вот, что же сделали наши оксфордские коллеги? Ну, они, в общем-то, взяли эту мушку дрозофилу. Надо напомнить, что у них мальпигевые трубки играют роль мочевыводящей системы. И вот стали оценивать роль диеты на камнеобразовании в мальпигевых трубках. И что же оказалось? Ну, в общем-то, вот посмотрите, если можно, на экран. Я, к сожалению, не могу вам показать указкой, но посередине экрана, вот зелененький такой фон, там написано «натриоксалатная диета». Вот это диета при повышенном потреблении натриоксалата. Чуть правее теленгликолевая диета и левее контрольная диета. Ну, это еще раз. Здесь зачем вообще это исследование было? Оценивают ряд генов в качестве регулятора трансмембранного транспорта ионов и их роли в камнеобразовании. Вот здесь оценивалась диета. Ну, соответственно, диета крайне важна, и кроме диеты еще играют роль определенные соответствующие гены. Консервативная терапия мочекаменной болезни. Что касается консервативной терапии, мы с вами отошли от патогенеза, я напомню, и сейчас мы подходим уже к клиническим исследованиям относительно того, как именно надо лечить пациентов. Я хотел бы обратить ваше внимание всего на 4 фундаментальных исследования, которые были проведены в рамках, в общем-то, мирового опыта, потому что Европейская ассоциация урологов – это 15 тысяч участников, 15 тысяч участников. И, в общем-то, все, всего 4 исследования, которые были опубликованы. Вероятно, это та область, которой надо заниматься, особенно вам, молодым, для продвижения, лечения, диагностики мочекаменной болезни. Консервативная терапия. Теперь мы переходим уже с вами к непосредственному механизмам лечения. Была достаточно активно оценивалась роль назначения альфа-блокаторов в терапии. Так вот, достаточно масштабное исследование из Тайваня показало, что применение альфа-блокаторов в течение 180 дней или больше снижает риск развития рецидива мочекаменной болезни. Почему снижается риск развития мочекаменной болезни? Вы помните патогенетическое фундаментальное исследование относительно того, что сниженная перистальтика формирует предпосылки к развитию мочекаменной болезни. То вот здесь альфа-блокадеры, моделируя, специфическим образом снижают риск рецидива камнеобразования. Также оценивалась роль литокинетической терапии. Вы знаете, литокинетическая терапия, Тай-терапия, которая направлена на изгнание существующих камней. Есть уже ряд работ, которые показывают размер конкремента, вероятность его самопроизвольного отхождения и так далее, и тому подобное. Так вот, в данном исследовании, включающем 366 конкрементов, была оценена роль диабета в успехе литокинетической терапии. На слайде вы можете наблюдать нормальный мочеточник в трех своих сегментах. Соответственно, наверху проксимальный, медиальный, средний и дистальный, уже непосредственно у мочевого пузыря. И строение этих мочеточников обращает на себя внимание. Если проксимальный, ближайший к почке, отдел, он утолщен. В общем-то, то же самое и средний, и нижний. То есть, мы наблюдаем увеличение толщины стенки. И, как ни странно, диабет негативно сказывается на литокинетической терапии. То есть, шансов отхождения самостоятельного конкремента значительно меньше у людей с диабетом. Я не буду, наверное, останавливаться на конкретных процентах. Насколько именно меньше, насколько именно больше. Вы можете это посмотреть, в общем-то, из моей презентации. А кроме того, есть эти сами европейские рекомендации, где интересующая тема, вы можете просмотреть. Следующее про комбинации литокинетических препаратов. Но наиболее эффективно для самостоятельного отхождения камней на сегодняшний день – это комбинация альфа-блокатора, ну, например, там салазина, и глюкокортикоида, например, преднизолона. Мы знаем, что, вот и меня учили, что возможно применение различных других средств, такие как дротовериногидрохлорид, в простонародье НОРП, деклофенак, другие нестероидные противовоспалительные средства. Мы знаем про активное использование, например, спазмолгина. Но вот мы можем различными иметь свое субъективное отношение к тому, какой-либо препарат назначать. Но вот Европейская ассоциация рекомендует комбинацию альфа-блокатора и глюкокортикоида. Дальше они описывают, я еще представил на данном слайде несколько исследований, они описывают свои варианты, что именно стоит применять, в каких комбинациях. И так далее, и тому подобное. Но самое эффективное, опять же, сочетание альфа-блокатора и глюкокортикоида. Следующий фактор относительно, мы далее будем с вами говорить, о дистанционной литотрепсии. Роли дистанционной литотрепсии в последнее время была значительно пересмотрена в сторону уменьшения использования дистанционной литотрепсии. Но показания до сих пор уточняются. Так вот, альтернативный метод лечения следует рекомендовать больным с камнем более 10 мм и плотностью более 75 единиц хаусфильд после первого сеанса неудачного дробления. Если кратко говоря, что такое единицы хаусфильд, если можно, я, наверное, скажу. Хаусфильд юнитс – это единица, определяющая плотность конкремента. Соответственно, чем выше плотность конкремента, тем менее вероятно, что этот камень подвергнется дроблению посредством дистанционной литотрепсии. Следующее – это проведение ДЛТ непосредственно после сочетания ДЛТ с другими методами лечения. Ну, например, проведение дистанционной литотрепсии непосредственно после перкутанной нефролитлопоксии. Например, у нас в клинике Института урологии принято выдерживать некий интервал, промежуток между перкутанной операцией и дистанционным дроблением. Надо сказать, что есть ряд статей сегодня, которые говорят, что эффективность и безопасность дистанционной литотрепсии непосредственно после перкутанной операции ровно такая же, как и в отсроченном периоде. Далее представлена работа о роли гемодинамических изменений в почках, в том числе и сложных взаимодействий оксида азота и эндотелина после дистанционной литотрепсии. Так вот, увеличение сывороточной концентрации эндотелина сильного законстриктора стимулирует продукцию оксида азота, чтобы предотвратить повреждение почек. И в данном случае, я зачем вам это рассказал? Для того, чтобы определить, как именно бороться с нарушениями, которые вызывают дистанционная литотрепсия, оказывается, что блокаторы рецепторов к ангиотензину обладают, лазертан, например, обладают наиболее значительным защитным эффектом. То есть, посмотрите, с одной стороны мы получаем оксид азот, который, соответственно, по тому, как мы его изучали из фармакологии, может быть эффект этот негативный блокироваться лазертаном. Если можно, теперь мы перейдем к видеофрагментам. Видеофрагментам мы включим просто на ноутбуке видео, и мы покажем вам ультра-мини-перкутанную нефролитлопоксию. Ну, посмотрите, вот телескоп сегодняшний. Размер 1 мм. 17 тысяч оптических волокон. 17 тысяч. И кожух Амплас, возможно, 13-11 френч. Ну, это, в общем-то, миниатюрнейший перкутанный прибор, который позволяет с минимальным повреждением почки дойти в почку и работать там. Вот, в общем-то, вам всё показано. Как используют? Ну, используют вот эту модифицированную позицию при ультра-мини-перкутанной нефролитлопоксии. Осуществляется доступ, ну, как классически, по задней подмышечной линии. Вы можете это наблюдать. И вот, в принципе, такая эндоскопическая картина. Лёгкая операция. Сохраняется все возможности. Ну, соответственно, дробление происходит при помощи лазера. То есть, иными словами, что я хотел сказать в этом видео, что современные технологии эндоскопического лечения приходят к уменьшению размера инструмента. Следующее. Результаты ультра-микро-перкутанной нефролитлопоксии. Достаточно красивый слайд. Ну, вот один из результатов. Это 98 пациентов. Представлены на экране следующие данные по размерам камней. Это 5-10 мм, 10-15, 15-20 и даже 13% было камней более 20 мм. Ну, что, в общем-то, значительно. Это уже 2-сантиметровые камни. Средняя кровопотеря 0,8 грамм на децилитр. Стоунфри рейт 83%. Тоже значительный уровень стоунфри. Иными словами, вывод можно сказать, что ультра-микро-перкутанная нефролитлопоксия наиболее эффективна при камнях 10-20 мм. Обеспечивает сокращение осложений и в послеоперационном периоде. Следующее тоже видео, если можно. Но это, можно сказать, венец современных технологий эндоскопических. Это микрооперация. Вот видите, справа это новый, по сути, нефроскоп. Посмотрите толщину. Менее миллиметра. 4,8 френч в пересчете. Вот слева вы видите стандартный мини-перкутанный. И справа, соответственно, микро-перкутанный. Это обычная игла ЧИБА, 16G, используемая для пункции, для нефростомии, например. На нее надеваются специальные катетеры, специальный переходник для лазерного волокна, специальная камера, опять же, 17G, с огромное разрешение у камеры. Сейчас вам будет продемонстрировано. Соответственно, камера входит с камерами со светофодом в центральный канал. Также входит лазер. Еще остается один канал для жидкости, для ирригации жидкости. Итак, специальная видеокамера, она, соответственно, располагается уже дистанционно. Так работает хирург. Видите, как он пальчиками нежно держит. Ну, это уже прецензионный инструмент. Он весьма тонко работает. Осуществляется доступ. Видите, все успешно. Моча пошла. Я сленговых сейчас, конечно, говорю. Получен ток мочи. Встанавливается видеокамера. Вы можете наблюдать картинку. Вы видите, что картинка, она ничуть не хуже, чем при стандартной перкуданной операции. Подводится лазер. И понятно, что такой механизм лечения, он, в общем-то, минимально травматичен для почки. Устанавливаются размеры. Вот так вот происходит дробление камня. Напомню вам, что камень превращается в пыль при такой операции. Камень ничего не остается. Пыль. Только пыль. Вот так происходит дробление. Видите, что достаточно легко камни дробятся. И мы с этим... Вот так происходит активная ирригация. Соответственно, через вот этот вот нефродоступ осуществляется ирригирование жидкости и через уротеральный контентер отход жидкости. Видите, была ли операция, хочется спросить. Такая вот послеоперационная рана. Камни 2 см. Ну, конечно же, венец творения современных технологий. Но это не самое важное, что произошло за этот год. Посмотрите на изобретение наших китайских коллег. Что это такое? Это гибкий нефроскоп. Очень часто встречается ситуация, когда ввиду ригидности, жесткости нефроскопа нельзя выйти на ту чашечку, на которую хотелось бы. Ну, потому что мы боимся порвать шарик и чашечек. Там проходят сосуды достаточно крупные, боимся их повредить. При таком нефроскопе мы можем зайти, посмотреть, осмотреть всю чашечку шалахановичную систему и в случае необходимости удалить конкременты из-за неудобных чашечек. Мы сейчас говорим с вами много про эндоскопию. О роли открытых оперативных вмешательств и роли эндоскопических вмешательств. Вот посмотрите. 980-й год, 2009-й год. Доля их. Ну, как видно, что сегодня это уже менее 4,4%. Незначительная доля. Незначительная. И все ведется к тому, что эта доля будет уменьшаться. Китай. Удивили китайцы в данной работе очень большое количество наблюдений. И учитывая огромное количество наблюдений, надо сказать, что все операции были выполнены при помощи ультразвукового доступа. То есть доступ осуществляется только под ультразвуковым контролем, без рентгена, 8000 операций. В общем-то, результаты, они ничуть не хуже, чем и у остальных коллег. Далее. Относительно плотности, связи плотности камней и микробной обсемененности. Оказывается, что при плотности ниже 73-х кратно возрастает вероятность наличия инфекции в камне. Что надо брать на вооружение. Пиелолитотомия ВС против перкутанной нефролитотомии. Ну, сейчас пересматривается, в общем-то, роль пиелолитотомии. И происходит такой некоторый реверанс в сторону вот таких оперативных методов. Правда, с использованием эндоскопических технологий. Я имею в виду ретропиротонийальный доступ и, соответственно, операция на чаще лоханч-системе. Если можно, я покажу еще одно видео, тоже достаточно интересное. Это видео касается уротероскопии. Уротероскопия сейчас занимает все больше и больше популярности. Что же эта уротероскопия позволяет? Ну, достаточно тяжело с уротероскопом работать. Для этого представляются специальные роботы-ассистенты, которые позволяют. Вы знаете, робот-довинчо, в общем-то, ровно такой же принцип у робота, который вот сейчас вам будет демонстрировать доктор Рассвалер. Это один из ведущих эндоскопов. Происходит фиксация фиброуротероскопа. Ну, вот вы видите, подводится вода. Это классический фиброуротероскоп. И вот так вот выглядит работа хирурга. Лично мое ощущение, что это чем-то сродни какому-то космическому кораблю. Ну, это субъективно. Я приношу свои извинения за сульвольное сравнение. Но тем не менее, уровень комфорта для хирурга, он значимый. Значимый уровень комфорта. Вот так вот происходит работа с камнем. И, соответственно, можно значительно увеличить и операционное время, потому что это более эргономично. А с другой стороны, вы видите, что рентгеновская трубка располагается в отдалении от доктора. И, соответственно, роль негативного рентгеновского излучения на хирурга значительно сокращается. ДЛТ уротероскопии. Ну, вот то исследование, которое я вам говорил, что stone free rate при уротероскопии более, больше, чем при ДЛТ. Больше. И потребность в анальгезии также больше. Но при этом ДЛТ выигрывает за счет меньшего среднего койка дня. Соответственно, меньших затрат. Далее. Ну, опять же, сравнение уротероскопии. Опять же, я хотел бы сказать, что уротероскопии ничем не уступают. А в некоторых вопросах даже превосходят дистанционную литотрепсию. Уважаемые коллеги, на этом я свое выступление закрываю. Продолжение следует...